Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос. Значит, ну, во-первых, хочется вам сказать так. Вы думаете, что всё дело во внешности вашей? Что вот, публикуйте фотографию свою, ну, наверное, ожидая, что мы посмотрим на фотографию и, ну, я не знаю, и скажем что-то типа, что нет. С вами всё нормально, с вами всё хорошо и так далее. То есть мне вот, этот момент мне не очень, не очень, если честно, понятен. То есть вы к кому обращаетесь, к психологам или к эзотерикам, да? Это первое. Второе. Вы считаете, что всё дело во внешности? Вы серьёзно так думаете, что вы не можете построить отношения из-за внешности? То есть потому, что у вас, я не знаю, с лицом что-то не так, с волосами что-то не так. Вы правда так думаете? Мне кажется, что по фотографии вы, ну, как минимум, совершенно лишний человек, и я думаю, что, ну, не можете вот так думать. Не можете вы думать, что всё дело здесь во внешности, да? То есть, ну, вот. А мне почему-то так вот думается, что всё-таки вы, наверное, понимаете, что дело здесь не во внешности абсолютно, а дело здесь немного в другом. Да, дело здесь всё в том, что вы, вот, как-то умудряетесь мужчин отталкивать от себя, как-то вы умудряетесь мужчин, значит, отвращать от себя. Да, и вот это и является основной причиной, да, основной причиной того, почему они, значит, так, почему они, почему возбращают? Я так понимаю, что мужчины возбращают, то есть, кто все. Вот. Дальше, значит, следующий момент. Следующий момент, он такой. Если вы, ну, как бы, вот, приложили, да, свою фотографию, то я, соответственно, думаю, что нужно, ну, в любом случае, как-то вот, ну, наверное, пару слов сказать, да, именно о вашей фотографии. У меня представляется такой напряжённый, закрытый человек, вот, который, как мне кажется, либо тяжело идёт на контакт, вот, либо, либо стремиться контролировать, то есть, это вот то, что я у вас увидел. Вот это вот такое, знаете, стремление к, может быть, контролю, которое, естественно, может, ну, не нравится людям, которые, там, грубо говоря, ну, вокруг вас находятся, да? Вот. То есть, здесь, опять же, вопрос такой, насколько тем, кто с вами в отношениях находится, да, насколько этим людям с вами комфортно? То есть, если вас бросают, значит, наверное, людям что-то не нравится. Ну, возможно, у вас есть внутренняя травма, может быть, были какие-то проблемы в детстве, какие-то серьёзные переживания в детстве были у вас, потому что, ну, знаете, не открытый у вас заклят-заклят и вы не производите впечатление у человека, который, знаете, никогда не страдал, вот. Соответственно, если вы действительно страдали, если вы действительно прямо вот страдали, то эти страдания не могли не оставить на вас свой след. То есть, это и страх близости, это и различные механизмы защиты против близости, против того, чтобы вам, ну, не дай бог, больно кто-то не сделал, вот. И так далее. То есть, всё вот это, вполне может быть, играет свою роль. Вот. То есть, вы чем-то, как-то, почему-то, да, людей отталкиваете. Вот. Вот. И, ну вот, например, может быть, ваш взгляд, например, да, его можно назвать колючим. Такой колючий взгляд. Вот. Или острый взгляд, или пронизывающий, бронзающий взгляд и так далее. Я бы сказал, что вы, наверное, человек достаточно жёсткий. Вот. Я бы сказал, что вы очень много думаете и находитесь, как-бы, ну, в себе, в себе. Да. То есть, именно, вот, ну, достаточное количество времени, да, вы проводите, именно, вот, в себе, анализируя себя, анализируя какие-то вещи. То есть, говоря грубо, варясь в собственном соку, да, вот. И, соответственно, вряд ли, опять же, этот момент, он добавляет, ну, приятности взаимодействия с вами. Понимаете? Вот. Вот. То есть, здесь ситуация, на самом деле, такая, что либо вы стремитесь к анализу себя и корректировке своего поведения, вот, либо ситуация, она так и повторяется, будет повторяться, по крайней мере, в дальнейшем. Вот. То есть, в вашем детстве были заложены механизмы, которые запустили вам сближаться. И вы, подсознательно этим механизмом следуете. То есть, ну, родители, либо другие значимые фигуры в вашей жизни, они, как бы, говорили вам, что вот, дескать, ты не должна ни с кем сближаться, например. Ну, вот, не должна сближаться и всё. Вот. И, соответственно, вы себе и запретили сближение. Вот. Для того, может быть, для того, чтобы быть ближе к своим родителям. Ну, допустим. Допустим. Только к родителям ближе вы не станете, да, потому что они, ну, опять же, либо они вас принимают, либо нет. А вот на вашу жизнь это влияет. И, соответственно, можно этот посыл, этот триггер, этот внутренний диалог, который вас стимулирует на подобное поведение отыскать и с ним сделать что-то. Вот. И тем самым, тем самым освободить вас от проблем такого рода. Вот. Ну, а можно просто продолжать, например, вам задавать такие вопросы, ну, не очень, не очень понятные, скажем так, вопросы. Вот. Ага. Которые, собственно, ну, нужно будет как-то интерпретировать эти вопросы, да, то есть вопрос, ваш вопрос, его нужно ведь как-то интерпретировать. Да? Понимаете? Понимаете даже где-то речь. Ну, вот. Ага. Ага. И, соответственно, нужно, ну, гадать. Нужно гадать. То есть если вы хотите, чтобы психолог о гадах, например, ну, что у вас происходит, то это одно. Но если вы хотите решить свою проблему, именно проблему свою, это другое. То есть вы вот как-то всё-таки постарайтесь для себя, да, определить, чего вы хотите всё-таки, что вам нужно всё-таки. Понимаете? Ну, вот. И вот тогда уже можно будет вам, в общем и целом, помочь. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.